Зюзика Шлимная, 9. «У меня был кот», — рассказывает Пётр. Этот кот звался просто и ясно Васька. Никакого замысловатого имени ему не собирались давать. Но сам-то он был замысловатый. Этот Васька нашёлся в подъезде, и по нашей терминологии это была комната Зюзика Шлимная, 1. То есть всё, что относилось к подъезду на всех восьми этажах, обозначалось одним номером. Зюзика Шлимная, 1. Ну, поясним, что Зюзик — это от немецкого Зюз, сладкий, ну, а Шлим — это Шлимная, плохая, сладко-плохая. То есть кот делал что-то умилительное, тогда Зюз. А если что-то против домашних правил, то тогда Шлим. И вот каждая комната, естественно, была Зюзика Шлимная, то есть она была и хорошая для его игр и разнообразия его в квартире, а плохая, потому что он там наверняка что-то наделал, такое, что выходило за рамки приличия. Ну, это вот так всегда. Если вы своих животных хотите иметь, любить, то любите их как есть. Есть и плюсы, и минусы, но что делать? Ну, это мне не стоит объяснять. Кто любит, тот любит. Тому не надо это всё знать. Он и так это знает от природы своего характера, своей души. Итак, Васька каждый день откидывал штуки. Вот откидывать штуки – это его любимое занятие, и всегда он отличался большим разнообразием в этом. Ну, что самое такое элементарное? Это когда ему дашь кусочек курицы обжаренной, и думаешь, ну, вот сейчас он будет её с аппетитом есть, а он возьмёт, да и сделает не так. То есть вопреки ожиданиям он всегда как бы представляет, что должны делать окружающие люди, а потом делает ровно наоборот, чтобы удивить, ну, и умилить тем самым. И вот он начинает пинать эту курицу по всему полу, и вот лихо так эта шлимность его проявляется. Ну, что делать? Мой? Мой? Халер. Такой уж код загадочный и нас радующий своими неожиданными, ну, то ли находками, то ли выходками, когда как. Когда находка переходит его, поведенческая находка, в выходку, то тогда, ну, придётся, наверное, это прокомментировать особо. Ну, вот что самое первое было, это в Алёшиной комнате, это одна из детских комнат, а их две, он взял и написал. Написал на тэпих, ну, и что делать? Тэпих весь не будешь поднимать, в общем, вот случай трудный, как это удалить? И я нашёл способ весьма оригинальный. То есть я вырезал ровный квадрат, который мне помог удалить этот кусок тэпиха, то есть матерчатого покрытия пола. И таким образом я, в общем-то, сэкономил общую перестилку тэпиха в этой комнате. Ну, и к тому же я потом положил этот вырезанный аккуратно кусок на то место, где зияла чёрная дыра, и всё, в общем-то, приобрело привычный вид, никто ничего не замечал. А вот этот чёрный зияющий квадрат от пола, который обнажался при вырезке, я назвал квадрат Васюкевича. Ну, то есть по аналогии с чёрным квадратом Малевича. Чёрный квадрат Васюкевича – это было нечто. Я, конечно, постирал этот кусочек тэпиха, и мне, видите, всё удалось, но с какими-то особыми хирургическими методами вмешательства, и отныне у нас всё было чисто и хорошо. То есть он ошибки свои не повторял, или это было в другой вариации, чтобы мы уже задумались о другом его способе привлечь к себе внимание. Ну, вот, что касается того, что он залазит на все высокие шкафы, на все холодильники, на стенки, это его профессия, как бы. То есть у него это от природы, и любовь к этому залазиванию, или залазиванию, она огромна. И вот один раз залез он на холодильник кухонный, который имеет воистину большущие масштабы до самого потолка, и оттуда вот возьми да и свали самую лучшую вазу, которая там стояла. И вот он её свалил. И этот, ну, как бы, крах или звук, он был настолько громкий, что я сравнил этот, ну, как бы, теракт с ядерным взрывом. Настолько это впечатлило мои чуткие музыкальные уши. Я же професс... по профессии музыкант, и занимался и висеншафт, то есть музык висеншафт, и всё это вместе, ну, как бы, меня обязывало иметь хорошие музыкальные данные. И вот они, эти данные, как бы, болезненно прореагировали на тот гигантский шок, который вызвал этот удар прекрасной вазы. Вот такие вот выходки Васенька делал, но это очень даже не так часто было. Ещё один знаменитый снимок в данном случае уже остался, как Вася решил в своей полной шерстяной форме, то есть вот то, что он короткошерстный кот, обычный, совершенно сибирская порода этого кота, или она называется ещё и восточноевропейская порода, то есть обыкновенный, совершенно без всяких примесей и генетики людской, кот, который радовал меня именно своей естественностью, а не какими-то там, ну, удачами или неудачами в области скрещивания и получения новой породы. И вот наш знаменитый Васенька решил отличиться видом, потому что он нигде не мог показать свою форму. Никто не понимал, что он тоже носит форму. И эта форма есть его шкура, прекрасная, полосатая, которую он каждый день тщательно вылизывает и своей чистоплотностью у нас всегда поражает. Так Васенька вот этот залез уже в моём кабинете на шкаф, где были красивые картины, и встал чинно рядом с картиной, которая изображала какой-то сосуд типа пивной кружки. Но эта пивная кружка почему-то росла на стебле. Вот такая, я бы сказал, ублюдская картина, но я всегда со смехом это говорю, когда говорю о пиве, о всех этих простодушных забавах. Что-то ублюдское, но, тем не менее, с одобрением, потому что пиво – любимый напиток всех нас. Кто собирается вместе и вот Октоберфест в Германии, и мужской праздник, но он не только мужской, но и даже привлекает и представителей, конечно, прекрасного пола. Вот это всё, так сказать, тем не менее, мне позволяет назвать эту картину ублюдской. Потому что низкие интересы пить пиво и с какой-нибудь там закуской такой, как солёненькая рыбка вяленая, там ещё какая-то – это всё, конечно, интересы, ну, для меня, как музыковеда, как бы ниже среднего. Но, тем не менее, все мы этим балуемся. И не надо, как говорится, выдрючиваться. Вот Вася показал, что выдрючиваться умеет он, а не мы. Мы простые, грешные, пьющие это пиво из больших пивных кружек. Он стоял рядом с картиной, которая, ну, может быть, названа «Ублюдокружка». И показал, что вот в контрасте с этой эклектикой, когда растение даёт вместо плода пивную кружку, вот он выглядит вполне естественно. Его костюм, естественный окрас, окраска и полосатый серый, как говорится, знакомый нам до боли. Сибирский кот, короткошерстный, и многие даже коты в диком состоянии живут, этой породы. Настолько они приспособлены. Вот он встал, как бы, в такой торжественной позе. Ну, не то, что встал, а вот знаменитая стойка кота, когда он хорошо, высоко смотрится, находясь на задних своих лапах. А передние поставив перед собой. Ну, достаточно статуарно, достаточно вертикально. И рядом вот с моей картиной, там было ещё несколько картин, он был сфотографирован. Он обмотал свой хвост вокруг себя. Ну, это коты делают, конечно, это типичный приём. Но почему-то мне казалось, что этот хвост, обмотанный вокруг его туловища, так артистично напоминал шарф. Только шарф находился внизу, у основания его статуарного постанова. Как я бы сказал, с большой шуткой. Ну, или сказать статуарный постав, тоже что-то такое смешное и не грамматическое. Ну, в общем, вот такой наш Васенька, он остался с этой знаменитой фотографией на века. Но как он выглядит? Ну, просто страж порядка, страж приличия, к которому непонятны все наши одежды и украшения за счёт того, что что-то там купили, какую-то тряпку. А вот вы, сказал он этим, можете быть в шубе дорогой, шикарной, чистой, прекрасной, сияющей на солнце и в то же время ничего не покупать. Легче всего купить что-то и привесить. Но здесь Вашей заслуги-то большой нет. А вот Вы попробуйте побыть в форме, когда у Вас только есть хвост и шкура. И вот он смог это сделать и впечатлил меня несказанно. Потому что вот сама его поза, она вживала к тому, чтобы мы поняли, что он покрыт. Покрыт одеждой своеобразной. Но она состояла из шкуры дорогой, роскошной. Но своей собственной. Он ни с кого её не сдирал, в отличие от людей, которые норовят жестоко так завоевать себе кусочек красоты. Васенька нас научил и гуманизму, и благородству, и ещё и какому-то особому достоинству. Ну что ж, картину прикрепим к рассказу. И он станет фильмом, видимо, как получится. Вот такой он наш котик. Кушает он тоже с особыми, иногда, вокрутасами. Если он хочет получить побольше, то когда ему наложишь его положенные виды пищи, он вдруг ни с того, ни с сего не бросается уже кушать, потому что он вообще имеет хороший аппетит. Я его держу на балконе часто. И он нагуливает себе этот аппетит за счёт свежего воздуха. Да он и бегает по комнате, как, я бы сказал, рысак. Или коняга какая-то такая, очень лихая. И вот такой нагулины и вдруг не ест. Это что такое? И начинаешь, Васенька, ну-ка, на-ка ещё. И достаёшь ему ещё что-то самое вкусненькое, уже от себя отрывая. Но как же, аппетит у Васеньки упал. Надо что-то сделать. И вот когда ему наставят там вокруг всего самого-самого изысканного и хорошего, он начинает действительно кушать. И вот тогда, когда он собирает сначала еду за счёт воззвания к чувствам сострадания, что у него аппетит плохой, а потом это лихо всё уписывает, так сказать, и получает повышенную, в общем-то, порцию за особые, ну, свои умственные усилия. Потому что это его любимый приём – собрать больше сегодня обед, там ужин. Ну, на завтрак у него обычно как-то фантазия ещё не работает на такие масштабы. Он просто довольствуется любой порцией. Аппетита утром большого нет, вы знаете, и кот тоже не исключение. Хотя он тоже кушает прилично, но, во всяком случае, вот на фокус с утра его ещё как-то не разносит. Начинается это потом, когда он пробегается, пропрыгается, мозг начинает активно, так сказать, перебирать всякие манипуляции возможные и невозможные, и потом вступает в действие очередной фокус. Фокус пищи – это практический фокус, он приносит ему больше еды. Ну, а бывают фокусы бескорыстные, чисто артистические искусства во имя искусства. Это, ну, типичный для котов и кошек пробег по клавишам инструментов. Это уже, как говорится, типовое и не Васькино, может быть, а общекошечное или общекошаточное, если хотите. Общекошка породная и кошка беспородная. Это, так сказать, присуще котам. Коты любят также садиться очень необычно, и Васенька не исключение. Он может сесть на факс, который абсолютно, ну, не плоский, он не приспособлен для сидения на нём, но он где-то умудряется каким-то образом держать равновесие на этом факсе. И вот такой он наш, ну, как бы сказать, присутствующий и исполняющий одновременно цирковой номер. Номер на факсе. Точно такие же посадки он делает на краешке дивана, на краешке кровати. И именно садиться на самый краешек, где другой нормальный кот давно бы уже обрушился. Я говорю, кот, они все ловкие, но мой Васенька превосходит самых-самых. Потому что он демонстрирует, как ему удобно в самом неудобном положении. Он сидит там, где должно уже всё слететь, свалиться вместе с ним. Так что я смеюсь заранее, предчувствуя, что Вы тоже, наверное, имеете такие случаи с Вашими котами, кошками, ну, и другими животными. Они все, в общем-то, не лишены. И даже юмора, не то что изобретательности конструктивной, но вот юмор у них есть. Если я его начинаю там как-то ласково называть, он сразу входит в настроение, ложится на спину, лапки, так сказать, складывает, как бы показывая, что он вот такой весь безобидный и никогда никого не царапнет и не тронет. Но это не так, товарищи. Не думайте, что Вася не пускает в ход свои когти, ну, хотя бы иногда. Ну, бывает, что и по-дружески, в меру, а бывает, что он учит, как нужно его правильно воспитывать, кормить и так далее и тому подобное. То есть он ещё тот учитель, великий учитель, памятник которому он сделал сам себе у меня в кабинете. Рядом с картиной, которая называется «Ублюд, растущий из земли». Ну, вот и всё. Вот такой мой Васенька. Любите его таким, какой он есть. А ещё он любит сидеть на балконе, на перилах. Там у него сетка. И упасть он, конечно, не должен, по идее. Я это проверяю всегда, потому что крепления бывают и снашиваются. Но всё, когда в порядке, и он в порядке. Ну, раз вы видите, что я о нём говорю, значит, той-той-той, как говорят немцы, или тьфу-тьфу-тьфу по-русски, да будет всегда наше счастье, вот такое вот простое, незатейливое и трогающее до самой глубины души нашего любящего сердца. Какое у него точно такое же. Конец рассказа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...